Да, один из направлений это... Ты слушаешь регги вообще? Я... Моё знакомство с регги началось не с Боб Марли. Моё знакомство с регги началось с сэмпла в хип-хопе. Да, это факт. С регги. Один из первых, что я помню, это Борис Гарднер. У Кендри Каламара есть сэмпл. Every nigga is a star. Every nigga is a star. У меня есть альбом с таким же названием. И это одно из первых моих осознанных вхождений в регги. Меня почему-то регги всегда отталкивало. Почему-то. Потому что ты северный человек. Ты северный человек, который жил с северными людьми. А у меня дома каждый день играл африканский госпол. Ты слышал какой-нибудь нигирийский госпол? No. Поэтому мне было понятнее, легче и доступнее эта музыка. Я как-то был вот... Бульвар Дупо был у меня на интервью, на подкасте. И он сказал такую же мысль, что он сказал, что, во-первых, не понимает регги, а, во-вторых, для него кринж все русские, которые делают регги. Ну, это факт. Потому что это очень... Не, вообще, в целом, европеец с дредами – это лютый кринж. Ни разу в жизни, пожалуйста. Ну, просто я не... Я когда-нибудь напишу об этом, когда стендап. Просто белый человек с дредами – это самое отвратительное, что есть в мире. Чёрный человек с французской вот этой штукой. Опа! И Бульвар вот он тоже эту мысль сказал, что это типа вообще из другого пространства, из другого полёта мысли. Но я с этим не согласен. Культура – это культура. Культура – она общечеловеческая. Ну, то, что она стала настолько большим... Кто именно? Регги. Не знаю, по сравнению от одного человека, потому что я-то знаю только двух людей. И большинство людей тоже. Да, это вот Боб Марли и Литрюк. Не, Литрюк – гений. И... Литрюк – гений. Ещё были какие-то чуваки белые. Ну, белые, русские. Русские чуваки, которые делали регги. Да куча типов, на самом деле. И это так... Пять? Может, и про пятницу? Даже у Джамма ТГК-4 из регги тема была. Ну, ему веришь, по крайней мере. Джамма? Когда Джамма читает регги. И вот этот весь... Даже не в плане читки, стиля, музыки и так далее, а в плане вообще образа жизни. Что-то такое. А, ну, блин, я верю, что чувак может весь день просидеть, прокурить траву, проиграть в GTA 6. То есть, по-твоему регги – это про это, да? Ну, да. Для меня – российского человека. Культура. Это про это. Культура. Ну, вот мы как раз и здесь собрались, чтобы понять, что это. Базар. Перед тем, как поговорим про регги, давай про того, через которого многие из нас узнали регги. Мы возвращаемся снова. Кстати, кто не видел, у нас вышел ролик про Хайли и Саласи «Растафарианство», и фактически это вторая часть этого ролика. Да, если вы хотите разобраться больше в том, что такое регги. Растафарианство. Да, растафарианство, как вообще появилось регги, и как, в целом, и чем вдохновлялся Боб Марль, вот вам туда ссылочку, я думаю, где-то здесь можно было поставить. Факт. Возвращаемся на Ямайку. 20-й век. Опять-таки проговорим все эти вещи. Большое количество недовольства и расового напряжения между черными и белыми. Черные больше не рабы. 100 лет прошло со времен отмены рабства, но они все еще работают на этих плантациях, но получают за это гроши. И в этом пространстве мы идем на север этой страны, небольшой округ Сейнт-Энн, и там есть любопытный угар. Ты знал, что Боб Марли родом из района под названием Найн Майл? Найн Майл? А, стоп, это восьмая миля, да? Нет, это миля. Это восьмая миля, да? Фильм девятый, да, восьмая миля. Или девятая? Восьмая, восьмая. Восьмая. Короче, Боб Марли из небольшого района под названием Найн Майл. Его отец... Не угар получается, да, нифига? Не угар нифига. Я почему-то пока тебе писал, я такой, о, нифига себе, восьмая миля, восьмая миля, девятая миля. Короче, его отец некий Норвал Марли. Норвал Марли – это молодой человек из Эссекса, Великобритании, который родился в конце 19 века, и само собой, когда началась Первая мировая война, он попытался на нее попасть, он пошел на сборы, но из-за своих болезней он в итоге не дошел до фронта. Тем не менее, когда закончилась Первая мировая, он остался на государственной службе, и сначала его любопытно перевели на работу в Нигерию, на службу в Нигерию. Там он дослужился до ранга капитана, и затем его отправили на Ямайку, и на Ямайке он исполнял должность смотрящего на плантациях. Про него, на самом деле, не так много известно. Я читал одну статью на BBC о том, что вообще вот эта информация, которую я сейчас выдаю, стала известна только потому, что его сын Боб Марли, люди начали копать, а кто же его отец? Короче, он Сейн Энн, смотрящий над некоторыми плантациями, и один из самых больших слухов или фактов о отце Боба Марли, это то, что он любил сношаться с женщинами на этих плантациях. И однажды он в районе 60 лет знакомится с женщиной, которой было 18 лет. Он с ней спит, затем женится на ней, и у них рождается Неста Боб Марли. Парня был около 60, его маме было 18. Бобби. А? Бобби. Мистер Бобби рождается, рождается, рожается. Появляется на свет. Появляется на свет в этом небольшом округе, и про детство Боба не так много известно, кроме того, что он мало виделся со своим отцом из-за службы. И 10 лет спустя рождение сына мистер Норвал Марли умирает. Умирает от рака, если не ошибаюсь. Мама Боба Марли остается одна. Еще один любопытный факт. Боб в этом округе знакомится с мальчиком, которого звали Левингстон. Они становятся друзьями, очень близкими друзьями. Мама Боба остается одна в нищете и принимает решение из этого округа переехать в Кингстон, чтобы хотя бы заработать деньги. Она переезжает в Кингстон, и там в Кингстоне она выходит замуж за отца вот этого мальчика Левингстона, который стал другом Боба Марли. Они теперь становятся братьями, и через время в Кингстоне оба они увлекаются музыкой, собирают свою группу, и туда приходит мальчик по фамилии Макинтош. Эти фамилии ни о чем сейчас не говорят, но по итогу мы получаем Боба Марли, Банни Уэйлера и Питер Тош, три члена группы The Whalers. Это три друга, два из которых вообще братья, которые познакомились в очень раннем возрасте в Кингстоне, организовали группу и стали двигаться вместе. Мне так нравится вот в Ямайке и в ЮАР, как там все англо-американизировано. Что именно? Ну что вот это все, Кингстон, Левингстон, это же все английская такая основа. Тебе это нравится? Ну и как-то прикольно все такое. Я тоже в ЮАР смотрел, там же тоже, там Кейптаун, там шоссе разные называются как-то по-американски. Ну, британские названия, да, потому что это британская колония, к сожалению. К сожалению? Конечно. Да они дали все вообще, образование дали, ебаная. Кому дали образование? Дали там, блядь, машины, блядь, айфоны, нах, появились там, блядь. У кого, ебанясь? Если бы не англичане. Образование дали? Да. Я понял. Базар. И тачки дали, да, тоже? Базар. Чуть-чуть. Привет, бро. Он же смотрит. Он смотрит. Он смотрит. Чуть-чуть России 24 дал. России 24? Да. Ты бы стал работать на России 24? Я бы хотел бы... Ладно, извини, я забираю этот вопрос. Я собираю этот вопрос, чтобы мне потом не резать хрень. Мы останавливаемся. Трое чуваков. Питер Тож. Появляется группа. Бонни Уэйлер, Боб Марли, The Wailers. The Wailers. Как что переводится? Не знаю, кстати. Никогда об этом не думал. А че они играли, кстати? А? Че они играли? Мы к этому придем. Следующий такой этап я хочу показать, так как мы говорим в том числе о реге, хочу показать становление. Мы сейчас замораживаем историю Боба Марли и знакомимся с становлением современной ямайской музыки. Что, по сути, нельзя говорить о ямайской современной музыке, не обозначив такой любопытный феномен, который случился в стране в начале 20-го века под названием «Культура саунд-система». Я не слышал про такую тему? Nope. Культура саунд-система. Представь себе фургон или пикап, на который ставят огромные колонки. Угу. И из них играется музыка. Представил? Агитирование. А? Это как агитационная кабина. Господи. Это всё, что тебе пришло в голову. Ну, реально так агитирует людей. Чтобы... У нас, как сказать, это картошку продавали. Я больше не буду задавать себе вопрос. Можно? Не, ну, реально, он там был? Может, я сам собою буду? Я не знаю, в Москве было такое, когда просто выходил... Можно я сам собою буду говорить по-братски? Картошка! 25 рублей. Фургон с колонками, да? Огромными колонками? Ага. Да, да. На картошку? Ну, там не прям колонки. А что там? Ну, просто голос человека. А-а-а, Господь, прости нас. Начало 20 века. Ну, прикольно, на самом деле, да. Понял, о чём. Я даже видел где-то в кино, либо в каких-то видосах. И в хип-хопе ты это видел. Начало 20 века. Как ямайцы получали музыку? Опять-таки, это очень бедный остров, как мы уже выяснили. Они получали музыку двумя способами. Либо доносилось по радио, либо же кто-то каким-то счастливым образом получал пластинку. И эта пластинка передавалась из руки в руки. Поэтому, чтобы решить это неудобство, один человек придумал культуру саунд-систем. Ты берёшь пикап, или ты берёшь фургон, ты ставишь на него просто огромнейшие колонки. Большие колонки, проигрыватель, пластинка, и ты едешь по Кингстону или по окрестностям Кингстона. Где бы ты ни остановился, вокруг тебя собираются люди, которые «О, нифига себе, это же новая песня, бра-бра-бра-бра-бра». Погнали. Они начинают танцевать, вокруг них появляются чуваки, которые торгуют алкоголь или еду. И таким образом ты получаешь что-то вроде переносного или клуба на колёсиках. Вот эта культура получила название культура саунд-систем, и она фундаментальна в развитии ямайской музыки. И что любопытно, что эта система затем впоследствии, или эта культура впоследствии вдохновит Клайва Кэмпбеллу, о котором, кстати, у нас есть ролик про хип-хоп первой культуры. Клайв Кэмпбелл, парень, который вырос на Ямайке, однажды уезжает в Нью-Йорк. Он вырос на этой культуре саунд-систем. Он приезжает в Нью-Йорк. Там впервые он вместо того, чтобы играть пластинку, на одном проигрывательстве играет, на двух появляется хип-хоп-бит, но так как он видел эту культуру саунд-систем, он также приглашает MC, который на Ямайке в культуре саунд-систем выполнял работу созыва людей, баттла против другой саунд-системы, которая вставала в этот же момент и пытала играть музыку. Но у Клайва Кэмпбелла через время этот MC превращается в рэпера, а саунд-система эта превращается в диджеев. Есть очень такой... Когда ты смотришь, например, истории нью-йоркцев, говорящих про хип-хоп, очень многие из них говорят о влиянии ямайской культуры на хип-хоп и влиянии саунд-систем культуры на хип-хоп. То есть парень, который вырос на Ямайке, привез фактически ее в Нью-Йорк, и мы получили за рождение хип-хопа. Есть культура на этот счет. Постепенно эта культура развивается, появляется все больше саунд-систем в Кингстоне. Это становится очень популярным, и эти саунд-системы начинают конкурировать между собой за зону влияния. И фактически у каждой из этой саунд-системы появляется свой стиль музыки, появляется свое название, свое популярное MC. И ближе к 40-м годам выходит наверх, или популярным становится саунд-система некого Коксона Дода. Коксон Додд – это предприниматель в Кингстоне, у которого была своя саунд-система. Но в какой-то момент, из-за того, что его саунд-система была такой популярной, просила ему много денег, он начинает продюсировать музыку. То есть нет еще… Ну, по сути, это радиостанции такие появляются. Что-то вроде… Мне больше кажется, что это как клуб, чем радиостанция. Ну, просто радиостанция – это же тоже хороший дистрибьютор музыки. Клуб вряд ли – это дистрибьютор музыки. Вот прям тут… А дистрибьютор в каком смысле? Ну, что через эту систему ты можешь популяризировать свою музыку. То есть он понимает, что у меня есть зона влияния. Я могу людям навязать какую-то музыку вот здесь и сейчас. И это хороший канал для того, чтобы продюсировать каких-то ребят. Но смотри, он продюсирует не в том смысле, что на Ямайке нет еще индустрии музыки. Все, что играется на этих саунд-системах – это американская музыка. То есть там нет домороченных артистов. Поначалу, как и в случае любой современной черной музыки, она основана на черной музыке Америки. Любой жанр черной музыки. У ямайцев сначала они слушали записи джаз-бендов. Когда джаз прошел, пришел хайп на ритм ан-блюз, они слушали записи ритм ан-блюзщиков. То есть не было там какого-то ямайского исполнителя, который мог сказать, йоу, Коксон, держи, поставь мою запись. Такого не было. Когда Коксон сначала… Он даже не думает о продюсировании, потому что этой индустрии даже нет в Ямайке. Он просто думает, о, американцы, крутые исполнители, не приезжают на концерт в Кингстон, потому что это нахрен деревня. Но иногда их инструменталисты приезжают отдохнуть. «Давай-ка я возьму их, и мы будем переигрывать хиты американские на Ямайский лад». Это первое, с чего он начинает. И через время, еще такой важный момент, что он принимает важное решение делать одну копию всех этих записей. Так, чтобы люди услышали их только на его самом системе. И через время его ямайские каверы популярных ритмом блюз-песен становятся популярнее оригиналов. И Коксон Дот еще растет, 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 растет. И в какой-то момент он понимает для себя, что, ребят, кажется, я могу остановить, ну или закрыть глаза на саунд-систему и сконцентрироваться на производстве музыки. И таким образом шаг за шагом начинают появляться зародыши индустрии ямайской музыки. И в 54-м году на вырученной бабке, после того, как он полностью забыл про саунд-систему, он открывает студию под названием Studio One. Это одна из первых и впоследствии, наверное, величайшая студия современной ямайской музыки. Он открывает эту студию One в Кингстоне, и она очень быстро обретает популярность. Она становится своего рода мутауном для Ямайки впоследствии. Многие местные артисты на Ямайке, появившиеся, те, которые делают музыку сами для себя, которые раньше, то есть не выпускалась музыка ямайская, у них не было аутлета, они просто делают для себя, они узнают про эту студию, приходят во двор этой студии, и он отслушивает. Я смотрел документалку на BBC, там чуваки вспоминают, что вот он выйдет на крыльцо, сядет на стул, и мы перед ним играем. Он играет, 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 они играют, 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 и он выбирает кого-то в свою студию, добавляет в ростер, и так Studio One начинает постепенно крепнуть, крепнуть и крепнуть. Но немножко посмотрим вот на эти, как это сказать, кавер ритмом блюза. Давай здесь остановимся. То есть люди проходили и играли каверы, или они играли собственную музыку? Они играли свое. Ну, а что представляло их свое? Это белый человек спрашивает, как у черного была своя музыка? Что? В любом случае, человеческий мозг, это нейронная сеть. Погнали! Ты не можешь ничего нового придумать без основы какой-то, без базы данных. Так я тебе говорю, что африканцы, когда выезжали из Африки, у них была своя музыка. Так они там жили-то уже в каком поколении, эти африканцы в Ямайке? Так. Ну. И они сохранили свои традиции. Есть такая музыка Калипсо. Я до сих пор не очень понимаю, что такое музыка Калипсо, но это один из больших жанров, таких прото-жанров, который существовал на Ямайке. Ты все еще не представляешь, что они. Ну что, это вот, если ты говоришь, это Калипсо, это музыка рабов с плантаций и так далее. Это вот эта вот штука. Мы все скучаем по дому. Знаешь, когда я на плантациях вот пою, вот эта вот штука. В общем, музыка, чтобы не было скучно на плантациях. Это музыка? Ну это, да. Ну да, у этого есть ритм. Что? У этого есть ритм. Да, это музыка. Это музыка. Взял гитару. Музыка. Или, в том числе, они, скорее всего, делали каверы на ритм и блюз. Вот ты сможешь спеть, как, знаешь, как так называемые афро-рабы? А, Господи, ты не понял, почему ты вначале спросил, сколько вам не билу. Базар, знаешь, как раз ко мне с таким же лицом? Слушай, а ты можешь? Ну как? Ну как ведь? Ты можешь спеть, вот как так называемые рабы? Так. Пели на плантациях. Знаешь, вот эти вот... У нас будет 100% в культуре выпуск про чёрную музыку. Вот как называется вот это вот? Спиричуалы. Ты понимаешь, да, о чём я? Спиричуалы это... Они просто ходили по этим плантациям и пели о том, как они там скучают по дому. Спиричуалы это первый протожанр чёрной музыки. Под чёрной музыкой, я имею в виду современную чёрную музыку, которая появилась в Америках. Спиричуалы это про... Есть три столпа. Есть спиричуалы, есть блюз и есть джаз. Это три столпа чёрной музыки. Всё началось со спиричуалов. А спиричуалов мы... А спиричуалов мы имеем попытку чёрного человека впервые в музыке выразить свою культуру на чужом ему языке. Что он делал? Так как все чёрные так называемые рабы находились под большим христианским влиянием, он брал слова из Писания и превращал их в песню. Ты можешь что-нибудь такое сымитировать? О, ролл Джордан, ролл. Ролл Джордан, ролл. Ай, та-та-та-та-та, heaven when I die. О, ролл Джордан, ролл. Это про реку Иордан. Реку Иордан, которая в Библии. После спиричуалов следующий такой виток... То есть спиричуал — это основа снов. Следующая большая ветвь — это блюз. Блюз — это лирическая основа всех чёрных жанров. Любой чёрный жанр, где есть слова, в основе его лежит блюз. Да-да, я понимаю. Зачем ты задай гуршит? Да-да, я понимаю. Следующий — это джаз. Из джаза джаз — это основа музыки. Любой чёрной музыки. Можно любой жанр чёрной музыки, хоть хаос, обратно отвести к джазу. То есть вначале ты имеешь вот эти три больших ветви, от которых вышли все жанры. После джаза будет ритм и блюз. Из ритма и блюз вышел рок, рэп, поп-музыка и так далее. У нас будет отдельный ролик про чёрную музыку. И в том числе регги. Регги вышел из ритм и блюза. Коксон, дот, каверы на ритм и блюз с ямайским оттенком. Ты спросил про этот ямайский оттенок. Что в какой-то момент вырисовалось в определённую схему. Бас-гитара, которая давала основу. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. И ямайцы, не знаю почему, вот этот так называемый ямайский боб, акцентировали на вторую и на четвёртую. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Ты не акцентируешь? А? На гу я акцентирую. А-а. На вторую и на четвёртую. Это стало вот такой харизматичным моментом ямайской музыки, которая в итоге вылилась в ска-музыку. Мы имеем ритм и блюз. В ска-музыку? Всё, башка уже плавится. С Моргенштерна, что ли? Башка у меня плавится, башка уже. Я не могу. Мы имеем ритм и блюз, да? Мы имеем вот это акцентирование второй и четвёртой доли. Блин, не буду. Я сейчас не смогу, наверное. Я полечу нахрен. Мы имеем акцентирование второй и четвёртой доли ритма и блюза. Я победил, Сэм. Смотрите до конца. По факту, да. У меня ещё башка взорвётся, клянусь богу. Мы имеем акцентирование... Просто ты со всех сторон меня насиловал. Второй и четвёртой доли. Мы добавляем туда духовые. Представь себе, трубы. И мы добавляем туда... О, базар. И парадные барабаны. Всё это... Парадные — это большие такие. И в целом этот ритм парадный, кимбал или символы, как они называются. Всё это превратилось в ска-музыку. Ска-музыка — это начало-начал современной популярной ямайской музыки, которая появилась в начале 20-х годов. Офигеть, я не знал. Вообще, ска для меня — это узкие джинсы, вэнсы и ремни в шашечку. Помните? Затем, в 60-х, когда ямайцы начнут ещё раз уезжать из Ямайки, destination или точка, в которую многие будут приезжать, это будет Лондон. И ямайцы приведут туда ска-музыку в Лондон. И в Лондоне начнёт зарождаться та ска-музыка и то скинхед-движение, которое сейчас всплывает в твоих глазах. — А, реально? То есть ямайцы виноваты в скинхедах? — Ямайцы подарили скинхедам музыку. — Блин, я даже не вспомню, как звучит ска-музыка. — Давай я включу ска-музыку. У нас же передача про музыку сейчас. — Там роковая же, да, какая-то? — Не-е-е. Ска! — Вот это тот самый, что я тебе говорил про ямайское акцентирование. — Ты слышишь здесь духовые, и ты слышишь барабаны парадные. На самом деле меня засмеют все ямайцы, я включил какую-то непонятную тему, но, тем не менее, это представление ска-музыки, которая родилась в Ямайке в начале 20-х годов. — Хм, окей. — Нет, ну это реально такой вот интересный факт, что ска-музыка появилась у скинхедов от ямайцев. — Ямайцы. Ямайцы приехали в Лондон, там были скинхеды, рабочий класс, и они подарили им музыку, потому что скинхеды не получали доступ в крутые клубы в Лондоне. И ямайцы, которые приехали тогда в Лондон, тоже не получали по расовым причинам доступ в крутые джазовые клубы. Они начали организовывать свои ямайские клубы, туда приходили нищие скинхедники, о, круто, мы двигаемся. — Побьем их и послушаем музыку. — Потом скинхеды стали теми скинхедами. Поначалу они были просто рабочим классом людей, которые топили за силу рабочей партии. А потом они начнут бить чёрных. Но это другая история. Появляется ска-музыка в начале 30-х годов, и тут мы немножко возвращаемся к Бобу Марли. Коксон подписывает, я, кстати, так и не нашёл, когда именно, он подписывает The Whalers. И один из самых первых хитов ска-музыки — это песня Simmered Down. Мы обрисовали становление современной ямайской музыки. Возвращаемся обратно к Бобу Марли. У него The Whalers, он на студии, студию One. У него начинает разгоняться карьера. Любопытно, что пацаны, они влюбились в музыку, влюбившись в ритм-н-блюз исполнителей. То есть вот этот ритм-н-блюз, любопытный, как именно он стал основой для современной ямайской музыки. Мистер Боб Марли, середина 30-х. Он принимает. Вот такой вопрос, смотри, я возвращался к тебе. Возвращался к кому? К тебе. Я возвращаюсь к тебе. Блядь, что сказал? Вот я поднимал вопрос, касаемо того, что они там, как что они пели, да, в этой ямайке. Потому что сложно что-то новое петь, не давая туда того, что ты слушал ранее. Да? Было такое? Я допустим, что я слежу за тобой. Продолжай. Возьмем Россию. Да. В наше время. Да. Нет какой-то своей особенной, либо, если она может есть, давай сформулируем, как это звучит. Своя российская музыка. Есть. Какая она? Современная, ты меня жду, да? Да. Это Земфира. Это Земфира. Которая взяла рок и добавила туда. Помимо смыслов и помимо слов. Вот что там? Когда ты говоришь о современном... Когда ты говоришь целом о русском искусстве, ты говоришь о смысле. Так же, как когда ты говоришь о черном искусстве. О черном искусстве, ты говоришь в основном о каком-то духовном чем-то поиске мистическом. Если ты возьмешь любой черный род, где бы он ни был, в Америке, в Британии, где угодно. Вот это духовная подоплека. Вот этот бог, поиск, вот так далее, того подобного. Так же и с русским. Ты говоришь про смысл в театре, в живописи. Но при этом появился этот калипсо, появился какой-то свой ритм, своя вот эта штука с акцентом на второй, четвертый удар. Так. Ну, это что-то они добавили за своего? А, ну, с этой точки зрения, для русских это прямая бочка. И это вот этот... Это частушки, это самые главные клубные песни в стране. Прямая бочка для русского человека, это прям... Прямой ритм, так называемый. То есть, словно говоря, если ты включишь какой-нибудь афро-битс в какой-нибудь русской дискотеке, люди не будут знать, как танцевать. Потому что там смещённый ритм. А что нам нужна такая, да? Да, там уже типа, чё, куда, нахера. А когда только ты включаешь прямую бочку, даже если вы смотрите на самых больших артистов в России, кто? Мистер Корж. Что у Коржа? Драм-н-бэйс вначале вообще. Главные хиты нулевых, 90-х. Именно вот, я говорю, массовые попсовые хиты. Это что? Но, кстати, я об этом тоже где-то говорил, про то, что типа, самый популярный в России рэп, это фьюжн-рэп. Это Баста, у которого рэпа не так много, но у него очень много фьюжн. Это Нойз МС, у которого рэпа не так много, но много фьюжн и так далее и тому подобное. Фьюжн-то называется смесь жанров. Смесь жанров, да, смесь жанов. То есть русские добавили, ну да, частушка. Тоже частушка прикольная тема такая. Мне кажется, это связано, вот это похоже на спирючел. Нет такого? Частушка. Чем частушка похожа на спирючел? Ну, во-первых, смыслово похоже. Частушка? Ну да, тоже какая-то боль, какая-то бытность. Частушка? Да. Частушка про боль? Частушка про смекалистые передачи действительности. Нет, там много про быт рассказывается. Ну, я говорю, что вот со смекалкой передать быт, действительность, что, наверное, ближе частушка к начальному рэпу, чем к спирючелу. Спирючелу это... Ну, все равно при этом там есть какая-то такая гипнотическая исследовательность. В целом, в русской музыке практически нет духовной подоплеки. Для русского человека, я об этом тоже где-то разгонял, для русского человека, для черного человека, почему так много духовности? Во-первых, потому что он был выдернут из дома, и когда он вызывал к богам, он вызывал к своему дому. Поэтому во всех его формах творчества есть этот поиск бога. Он связан с поиском дома. Для русского человека, который вырос у себя дома, это все разграничено. Если русский человек хочет прославить бога, он пойдет в храм. Он не будет петь песню. То есть ему надо его искать, типа, да? Ему не надо его искать. У него... Он здесь, он живет дома со своим богом, бла-бла-бла-бла-бла. А для черного человека это смешалось. Поиск бога с поиском дома. Это все вот с этой великой черной тоской. Блин, мне захотелось частушки послушать. Что-то в них есть такое. Конечно. В любом фольклорном творчестве, в любом фольклорном искусстве есть большое сердце. В любом. Ну, лично я так думаю. Фак. What the fuck are you gonna do? Except for all of us. В середине 60-х Боб Марли со своей группой выпускает Симмердаун. Первый большой хит ска музыки. Первая большая песня для Уэллэрса, для Боба Марли. Все идет отлично. Но затем в 66-м году он принимает решение поехать к своей матери, которая в то время жила в Америке. Он хочет навестить маму. И очень важно, любопытно точнее, что уже тогда он думал о создании своего лейбла. Он хотел отправиться в Америку, накопить деньги, вернуться и создать свой лейбл. Позвольте, у... The Wailers. У него уже были какие-то... задатки, не знаю, лидера, идеологии и что-то подобное? Ну, в Уэллэрс, да. Ну, опять-таки, я не особый там ученый по ямайской музыке, но потому что я видел, Боб всегда был лидером Уэллэрс. Потому что потом будет название группы «Боб Марли и the Wailers». Хотя потом, впоследствии, они поссорятся на этой почве с Банни Уэллэром. В середине 60-х он приезжает в Америку, а там в самом разгаре «Черный пантер», «Движение за свободу». И там у Боба Марли, так же, как у Леонарда Хауэлла в предыдущем нашем ролике, происходит просто срыв шаблонов. И так же, как любопытный, когда готовился к этому ролику, нашел просто какой-то любопытный параллель между Бобом Марли и появлением регги, и Фелла Кути, и появлением Афробита. Фелла же тоже уехал в Америку. До этого он делал веселую музыку. Вернулся из Америки и поменялось все. Так же у Боба. Он офигел от того, что он увидел, что происходит и какой вред причиняется черным людям, поэтому возвращается на Ямайку. Там я не нашел точно, после ли этого он принял рестафференство или после этой поездки он стал более углубленным. Остановимся на втором варианте. Чтобы понимать контекст, он приезжает в Америку и видит, что там состояние и статус черного человека намного хуже, нежели есть в Ямайке. Даже не то, что намного хуже, от того, что там идет борьба. Там идет борьба черного за свои права. На Ямайке тоже все в нищете, такой же расизм, но на Ямайке нет сопротивления, условно говоря. То есть он приезжает тогда в Америку, видит, как может быть, и как должно быть, и как следует быть. Возвращается и начинает это пропагандировать. Возвращается и начинает серьезнее относиться к рестафференству и немного скептично относиться к своей музыке. Параллельно с этим, потому что, по сути, что такое ска-музыка? Ска-музыка — это музыка вот этого ямайского духа в плане торжества, веселья, кайфа и так далее и тому подобное. И любопытно, что ска-музыка появлялась параллельно с тем, как Ямайка получила независимость. Ямайка получает независимость в 60-х годах после 300 лет правления британцев. И параллельно с этим появляется музыка, коренная ямайская, которая вау-вау-вау-вау-вау. Происходит этот симбиоз. В начале 60-х ямайцы думают, да, наконец-то. В 62-м получила независимость. Да, наконец-то. Мы будем свободными, танцуем под ска. Но ближе к середине 60-х вот сейчас будет очень много быстрых сычей. Ближе к середине 60-х эти настроения уже меняются. Все такие, типа, йоу, подождите. Мы вроде свободные, а все так же плохо. Йоу, а что происходит? Ямайка, получив свою независимость, столкнулась с естественными процессами от перехода колонии к самоуправлению. Происходили процессы, из-за которых эта страна столкнулась с уровнем нищеты, столкнулась с коррупцией, и столкнулась то любопытно с появлением и распространением преступности. В середине 60-х в Кингстоне зарождается культура рутбоев. Рутбой — это, по сути, кингстонские гангстеры. То есть, к середине 60-х годов мы имеем страну, которая поменялась в плане своих ожиданий и настроений. Поэтому ска-музыка уйдет на спад. Следующий этап после ска-музыки был рок-стеди. Мы не будем об этом говорить, но это просто я обозначу. Следующий этап — это рок-стеди. Меняется, замедляется резко ритм. Это уже не вот эта ска-музыка быстрая. Замедляется ритм, сбрасывается акцент на этих... Это уже что-то грустное, да, уже пошло? Там про любовь. В основном контент был про любовь. В основном был тоскливый контент. И затем, любопытно, что опять-таки вот эти быстрые свитчи. 66-й, если не ошибаюсь, первая рок-стеди песня, и в 68-м уже появляется волна регги-мюзыки. То есть рок-стеди был в топах чартов всего полтора-два года. И затем приходит волна регги-мюзыки. Так же, как и с ростофрианством, что лежит в основе регги-мюзыки? В регги-мюзыке идет трансляция мысли своего освобождения. Это первое, на чем основана регги. То есть в стране происходили социальные и политические истории, которые связаны с угнетением этой страны. Нищета, бедность, преступность, бла-бла-бла-бла. И артисты, которые год назад пели рок-стеди, типа, кайфуем, начали транслировать то, что я живу в нищете, на меня нападают полицейские, на меня нападает рутбой, моя страна в полной жопе. Они начинают транслировать это в музыке. Но в целом, что лежит в основе музыки регги? В основе музыки регги идет история, опять, как и в ростофрианстве. Вот этот эфипианизм, вот это возвращение. Смысловая. Смысловая, я имею в виду. Ну, я говорю про тему. Возвращение домой. Это возвращение в Африку. Раз. Затем регги – это жанр, который рассказывает о политических, социальных, экономических ситуациях общества, которые сейчас им занимаются. Затем большой стоп регги – это вот это взывание к джа, к этому духу, к богу, поиск. И затем уже идут chill, бла-бла-бла-бла-бла. То есть, если мы возьмем любого регги-исполнителя, в его топах будет песня, в которой он говорит, что Вот это как основные мотивы регги-музыки. Это то, что отделяет регги-музыку от других жанров современной ямайской музыки. Почему? Давай так. Я, чтобы резюмировать. Окей. Ямайка освободилась. Началась вся эта фестивальная трека «Музыка веселая». Вот это что-то похоже на СКА. СКА-музыка, да. Да, типа такая. Мы веселимся, кайфуем и так далее. Весь фокус был на том, что мы освободились от… Колонии. Колонии. Все. В какой-то момент они поняли. Нет. Не все за круто. Можно. Надо акцентировать. Ну, типа мы фокусируем на том, что происходит сходня, а в стране происходит жопа. Поэтому давай чуть-чуть сбавим обороты. Уже не такой BPM. Уже не так много веселья, фестивальности вот этого всего. Появляется рок, как это называется? Рок стеди. Рок стеди. Я не понимаю вот этого перехода. Рок стеди. Окей. Они все глубже и сильнее погружаются. Рок стеди поначалу это была история романтики. То есть рок стеди это романтичная история. Она просто медленнее, чем СКА. Это по сути как соул-музыка. Вот. Я не понимаю, в какой момент появилась вот эта вот всем известная и сильно, сильно отличающаяся от всего, что слышится вообще в мире. Вот этот вот регги звук. В какой момент это появляется? Если ты послушаешь рок стеди, рок стеди уже очень приближен к регги. Что такое регги? Регги это СКА, замедленный в два или в три раза. С него снимают сильный акцент на духовые. Снимают вот эти оркестровые барабаны. Остается вот этот бас ритм. И он становится в корне. Точнее в углу. И он уже не такой прыгающий. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун. И те же. Тун-тун-тун. От маленькой гитары. Тун-тун-тун. Чинг-чинг-чинг-чинг. Тун-тун-тун. Регги нужен. Тун-тун-тун. Чинг-чинг-чинг. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун. Рак стеди. Чинг-чинг. Чинг-чинг. Мене знаешь какой вопрос появился? Вот это круто так смотреть на страну, на людей и на все, которые развиваются внутри страны. посредством музыки по этому изменениям музыки внутри этой страны но почему не могу это этого отследить и это идентифицировать в россии потому что сколько сколько лет современной русской музыки 20 и в целом музыка она никогда не больше накажем нормально сколько была эстрада советский союз 90 эстрада закончилась появилось много всего другого ну вот сколько тебе лет 30 вот столько лет и но ямайской музыки ну быстрее упал куда-то я это связываю с тем что музыка для русского человека не так важно я об этом передумал про то что если ты хочешь узнать если ты хочешь узнать о чем мечтает на чем строить свою жизнь или там политические экономические любовные духовные столпы условно говоря афроамериканцев ты идешь слушаешь их музыку она вся там в блюзе в джазе в рэпе соуле везде если ты хочешь делать тот же самый анализ по русскому человеку ты скорее всего пойдешь его литературу ты скорее всего будешь то что ты получаешь из русской литературы ты получаешь из черной музыки просто для черного не умеет писать а до копеть и наступить и танцевать по сути на самом деле поэтому это не очень корректное сравнение просто у черных которые были там нужно было единственным хаут летом неужели в россии нет ни одного народа условно там сахарь якутия у которых это уже другой это уже политический вопрос на это его не отвечать я не буду то есть думаешь это сказано без музыки якуты но у мюзик но это не нам отвечать это кто-то другой но вообще отвечает вопрос некоррект немного сравнивать надо это русская музыка они она не стоит для ура она не так важно для русского человек но не сказал бы что не так важно но что что литература эта часть того через что танцы риса его быт и жизнь мистер боб марль быстро пройдемся по нему в 68 год начало разгона реги музыки боб возвращается на ямайку теперь он уже убежденный ростов рянец и я видел слова о том что его жена была якорем его ростов рянской веры она уже они познакомились шестьдесят шестом году она тоже была среди музыкантов на студии 1 но к тому моменту она уже была убежденным ростов 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 арена была убеждена в ростов аре и она была одна из тех 100 тысяч людей которые встречали халиси ласси поэтому они женятся и она они женятся и она подливает знание топлива его ростов аре огонь к началу семидесятых боб марли который начинался ска мальчика в группе становится уже громким голосом в плане были высказывание политических своей стране многие политические организации пытаются получить поддержку боб марли даже была история что в семидесятых был концерт должен был быть концерт в поддержку одного из политиков ямайки и за день точнее в ночь перед концертом к дому бумаги приходят вооруженные люди начинают стрелять они его не убивают но боб марли на следующий день на следующий день все равно выступает этом концерт то есть начало семидесятых боб уже голос сопротивление на ямайке он сто процентов голос реги и он голос и лицо всех ростов аре то есть случился вот этот лютый симбиоз его на самом деле очень ты в прошлом ролике спрашивал очень трудно переоценить симбиоз боба марли реги и ростов аренство потому что в бобе марли ростов аренство получила не просто поп звезду а человека максимально убежденного самая большая мечта об оба марли который рассказывал друзья была в том чтобы его музыка дошла до африки он искренне верил что если его музыка дойдет до африки начнется процесс возрождения того черного духа и таким образом африка начнет свой путь к свободе и вообще факт в этом есть что-то конечно в плане что это случилось через него да конечно враги ростов аренство получила самый большой свой рупор то есть если бы не реги отвечая на вопрос из предыдущего ролика скорее всего идеалы принципа мысль ростов аренство так бы не распространились а факт а сам боб марли от ростов аренство получил вот этот нет наверное ни одной большой черной звезды вот и говорю про максимальный уровень которым нет вот этой подоплеки идеологии если бы боб марли не был ростов аренство просто ростов аренство скорее всего не было вот этого культового образа то есть вот эти три в чем к в чем связь что именно ну что потому что идеология за этим было да то есть он не просто был музыкантом музыкантом который транслировал великие идеи освобождения возвращения джа и так далее тому подобное иначе бомба был бы просто большим музыкантом а многие до сих пор почитают бобу марли как визионера вас в целом сейчас можно представить что появится какой-то артист ты добавил процентов тебе 50 процентов белого возможно не да и она не невозможно высчитать невозможно не диалоги растет она живет сейчас она живет вот и нету какого-то большого глобального не на есть кроник который бы эту идеологию бы дальше бы пропагандировал и развивал бы сейчас как будто не хватает еще одного толчка типа боб марли ростов арен билашей внутри максима пожалуйста услышь такие вещи невозможно рассчитать не хочу это рассчитать игру что как будто нужно нужен мы не знаем нужен еще один лидер который бы дал бы толчок и домой может быть реги уже выполнил свою роль в том значении которую ты говоришь боб марли возможно что это встряхнуло людей уже не на коленях ну датьяну возможно встали на коленях если бы что есть любопытные пакты о жизни боба марли во-первых то что бани уэллер это его друг детства они организовали группу the whalers и группа the whalers это одна из самых великих групп всех времен то есть питер тош бани уэллер и боб марли это тоже самое как пол маккартни и джон леннон и рингус стар условно говоря они каждые в отдельности группе the whalers это столпы музыки затем любопытный еще один факт это то что мистер марли был очень увлечен футболом не куда-то взялось но он был блютым фанатом футболов и однажды он играл футбол повредил ногу пошел врачу и врач ему сказал братан у тебя меланома у него таким образом нашли рак кожи но боб марли опять-таки возвращаясь харизматичным лидерам убежденным людям он был настолько одержим своей миссией что он до последнего игнорировал 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 свою болезнь не лечил ее меняем и муж сказали же что да у тебя вот этот опухоль надо и ампутируйте вас надо отрезать палец и вот как раз таки растафары по их идеологии так далее они были против вмешательства человека что человек цельный сам по себе и идеально сам по себе и он не не ходил на эту операцию и да и в итоге восемьдесят первом году в возрасте 36 лет 36 лет боб марли скончался и сейчас он лежит в своем городе девятой миле и там даже есть мавзолей в честь боба марли да могу просто пальчик себе чик-чик чик-чик тоже в тему скажу я я был на маникюре и мне маникюршица загнала какую-то болячку на на у меня палец опух жестко так не знаю девочки если кто смотрит бывало у вас такое что просто опухает гной так я так испугался вывод этой истории я тоже был мальчик я тоже боб марли отчасти на хера вы идете на маникюр ножницы это нужно зубы это никогда не грыз я люблю стричь нокс бет маникюр есть вещи которые нам просто не надо повторять извечь который мы оставляем женщины пусть они кайфуют максиму тоже женщину оставим на маникюр потом сказать я на педикюр сходил не маникюр нормальная тема так но очень возвращаясь был марли великая фигура помогла африке и населению африки понять что чуваки на себя не знаю потому что провели с боба марли был филаркуте скорее работа боба марли была с ямайцами и с британцами потому что один огромный плац который я пропустил это то как ямайцы пришли великобританию и там начался обмен и работа этих двух культур британской и майской культуры ямайцы во многом были теми кто знакомил британцев с черной культурой с африканцами тому подобное поэтому скорее я бы отметил роль бабу марли для карибских островов и для европейцев потому что для многих европейцев 90 процентов наших зрителей знает боба марли не знают филакути факт поэтому наверное больше его работы в этом русской конечно реально в каждом части света как будто должен появиться черный человек который бы сказал вспомните кто вы есть базар так есть эта культура мы эти люди нет это ты это сказал все вопросы следственные комитеты прошу адресовывать лицо я здесь чисто так из нигерии пацаны на это был джуджу культура раки вспомните откуда вы всем пока 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 пора